У нас в городе активно вещает католическое униадское радио Мария. Его поддерживают и православные, оправдывая тем, что часть эфира выделяется и православным проповедникам. Полезно ли пить из этого источника тем, кто в духовной жизни не может левой руки отличить от правой? Вообще, я вам скажу, ситуация такова. Дело даже не в моем суждении. Если мы обратимся к таким авторитетам, которые являются бесспорными в Русской Православной Церкви, я обращаю внимание, одно дело моё суждение, как, ну, человек учился, чего-то знает, ну, кто я такой? Но если мы обратимся к бесспорным авторитетам нашей Церкви, таким, например, как Игнатий Бринчанинов, Феофан Затворник, Амвросий Оптинский и другие оптинские старцы, Иоанн Кронштадтский, Странное дело, они все, все один за другим говорят, что католическое учение извратило основы духовной жизни. Состояние духовное учение их прелестное, то есть прелесть, вы слышите, что значит прелестное? Льстить себе, то есть глубоко ошибочное, повреждённое. Вот о чём они говорят. Вы знаете, я ученик только, я считаю, что я всё-таки им, наверное, должен верить. Им? Или кому? Или кому я должен верить? Причём они же не просто так говорят это. Я бы мог привести вам сколько угодно фактов, которые свидетельствуют об этой действительной повреждённости, как таковой. Это же бесспорно! Ещё раз, я говорю, не о католиках, а о католичестве. Католическом учении, как таковым. Ну, представьте себе, что с чем мы только там сталкиваемся. Какие? Кто там является великими святыми? О, если бы вы только почитали! Наверное, я думаю, что, скорее всего, по этому радио не передают. Какая-нибудь Анжела Блаженная, как она видит себя во мраке Святой Троицы, которая кричит в церкви, кричит, возлюбленный мой о Христе, куда ты только ушёл, я не насладилась ещё с тобою. Катарина Сиенская, которая ходит по садику часами с Христом, и он ей объясняет и рассказывает все вещи, которой является так называемый Христос, который даёт ей другое сердце. И она начинает писать королям и всем людям, и Папа, великим людям, римскому своему первосвященнику, послушайте голос Святого Духа, «Слушайте его и меня!» Вы слышите, какой настойчивостью просто! То есть, какое просто тщеславие поразительное! Эта девчонка вдруг поучает всех! Причём как? Меня я говорю! Меня слушайте! А что происходит в мистическом плане? Это полное подобие, чем мы находим у Елены Рерих. Это Катарина, Катарина Сиенская, диктует сразу четверым секретарям, но диктует не думать, что четыре копии. Нет-нет-нет! Четырём адресатам! Причём с такой скоростью, что те едва успевают писать. Об этом говорит Елена Рерих. То же самое! Об подобном пишет Елена Блаватская, когда я спрашиваю, откуда? Она говорит, сверху, оттуда. Кто? Кто? Причём, какие вещи? Я говорю! Меня слушайте! Вы слышите, какая? Ни один святой так не говорил, что я и меня слушайте! Если они говорили, то говорили как? Послушай Бога! Послушай Евангелие! Послушай Христа! Послушай Церковь! Здесь что? А Тереза Великая? Великая! О, Бог мой, супруг мой! Христос ей говорит, до этого я был только Бог твой, отныне я супруг твой! Это совсем не то, что в нашей Церкви поётся, Христос называется женихом. По-моему, все знают, какая разница между женихом и супругом. Даже умирая, она говорит, наконец-то я увижу тебя, о, Бог мой, супруг мой! Я просто привожу примеры. А Тереза, так маленькая, Тереза, младенца Иисуса, что она – это последний из великих святых. Вы слышите, я привожу примеры из великих святых, что она пишет о своей встрече со Христом. Подумайте, встречи? Никак не будет. С Христом они все встречаются. И как? Какая встреча? На русский язык переведена её книга? Она издана же! Это было лапзание любви. Мы посмотрели друг на друга и поняли всё без слов. И утонула бедная маленькая Тереза в океанских глубинах любви Христовой. Это романы, вы слышите? Это такая подмена! Романы настоящие! А посмотрите, Франциска Сиский, что там происходит, какие там вещи, о чём он молится. Он молится о том, Христу, чтобы дай мне пережить все те страдания, которые ты пережил, пережить всю ту любовь, которой ты горел в Христе, Христе к роду человеческому. Вы подумайте только! Я не знаю, когда и кому могла прийти такая мысль, чтобы действительно уравнять, просить даже уравнять себя с Богом. Недаром после такой молитвы Франциск Сиский почувствовал себя, я вам цитирую, вы не подумайте, цитирую, почувствовал себя совершенно превращённым в Иисуса. Вы слышите, что происходит? Я помню, когда я прочитал про возвести Рамакришны, это известного йога индуистского, так? Это книга любопытная, где он прямо, прямо говорит, если ты хочешь, ты представь себе и убеди себя, и настрой себя, и ты будешь и Кришной, и Христом, и богиней Кали, это не важно. Всё одно и то же, оказывается, с чем мы имеем дело. А Игнатий Лайола, основатель ордена юзуитов, в своей книге, которая является настольной для всего монашества католического, он что пишет? Вы подумайте! Это просто поразительно, когда читаешь, и я до сих пор не понимаю даже, как католики этого не видят. Вообрази себе, представь себе все духовные упражнения, его книга называется «Духовные упражнения». К чему сводится? К развитию воображения. Он обладал такой силой воображения, что мог представить себе рай или ад и переживать это. Фильмы вместо реальной духовной жизни, вместо реальной я воображаю себе. Эта мечтательность называется духовными упражнениями. Это же опасное дело! Недаром, недаром святые пишут, что ни в коем случае не представляю себе ничего. Нил Синайский, например, преподобный, пишет, если не хочешь сойти с ума. Ну, ещё бы! Человек, когда погружается в эту область своего воображения, своих представлений, свои эти образы, это мечтание о Христе, о соединении с Ним, о своей любви к Нему и Его ко мне, только начните это! И во что превращается жизнь? Самое любопытное при этом нет учения, о чём? О познании себя. Что пишут святые первого тысячелетия? Первым признаком начинающегося здравия души является видение своих грехов. Только при этом видении я начинаю обращаться действительно к Богу по существу, начинается очищение души, начинается приобщение к Богу. а не мечтательность об объятиях, когда Катарину, блаженный Христос, привлекает к себе, обнимает её. Вы, ну, слушайте, это что такое? Так что, я считаю, это явление очень опасным. Прелесть – это самые страшные. Самые страшные. Можно ошибиться в каких-то, знаете, вероучительных вещах, там, незначительных. Ну, они касаются только чего? Рассудка. Прелесть касается состояния моей души. Я весь во что погружаюсь из реальной жизни необходимости противостать вот тем гадостям, которые во мне возникают в моей душе. Это же реальная жизнь! Я терпеть не могу вот этого человека. Что мне говорит Евангелие? Что она говорит? Постарайся, насколько можно, никак не проявлять, во-первых, этого. Улыбнись ему, если можешь. Сделай ему доброе дело не по лукавству, а ради понуждения себя к исправлению себя. Вы слышите? И вместо этого мне вдруг в фильмике я вообрази себе. Вы только почитали бы эти духовные упражнения Игнатия Лайолы. Вы просто удивились. Представь себе молодую девушку, которая сидит и читает Библию. И вдруг Архангел явился. Представьте, как она смутилась. Вы слышите? Это благовечное, благовечное. О чём духовное упражнение? Как она смутилась? Что с ней произошло? Как ей говорит Архангел? Это называются духовные упражнения, фильмики. Это что, полезно? Это нас очищает? Это мы очищаем свою душу? Это борьба с грехом? Представьте себе, как она поднимается, молодая девушка, потом, как она идёт по Палестине, как она проходит холмы, холмы, как выходит на горы, как она приходит к Елизавете. Представьте себе, это духовное упражнение. Ведь вы не думайте, касается это дело серьёзных же вопросов. Прелесть – это не пустое дело, потому что здесь, оказывается, человек, представляющийся в виде картины, думает, что он духовно растёт. И ведь это воображение, вы знаете, до чего можно довести? У Франциска Ассистского появились стигматы, кровавые раны на руках, на ногах и в боку. Кровавые, не заживающие раны. В биологии, биологии, психологии – это явления элементарные. Это элементарные, понятные, я говорю, элементарно понятные. Человек, который постоянно, сосредоточенно будет думать об этом, особенно при самой предрасположенности природы некоторых людей, это может появиться спокойно. У меня рассказывал один священник, Игумен Никон Воробьёв, как они в начале XX века увлекались очень индуизмом, и как один из их, из этой небольшой группы, их было человек 4-5, как достиг какого он состояния, какой силы, силы, концентрации внимания. Говорят, мы собрались в небольшой комнате, совершенно закрытой, тихой, и он нам продемонстрировал, положил руку, мы все замолчали, тишина. И мы были свидетелями, как вдруг, здесь, на тыльной стороне руки, как она сначала началось покраснение, покраснение началось. Это покраснение увеличивалось, оно стало потом багровым, это место, потом, к нашему, говорят, мы были потрясены, начал подниматься валдырь, как от ожога, и этот валдырь прорвался. И эта рана, говорит, не зажигала, не заживала у него очень долгое время. Вы слышите, что воображение может сделать? Это благодать? Да. Это очищение души? Да. Недаром поди Франциско-Сиско называется компасио, то есть воображение страданий Христовых и сочувствие сопереживания его страданиям. Просите, а при чём тут страсти? или добродетели? Где это блаженно чистое сердце? Где искоренение моих страстей, если я сочувствую страданиям Христа? Скажу вам так. Представьте, мальчишки, кошку схватили, её мучают. И мы будем страдать, если это увидим. При чём тут духовное? Да никакой духовности тут нет. Я к чему всё это говорю? Всё эти вещи совсем непростые, это серьёзнейшее, это можно людей увезти я не знаю куда. Впадение в прелесть, как предупреждали все святые отцы от этого состояния. Это печальное, это самое страшное. Есть два вида прелести, один из них приводит к сумасшествию, к полному повреждению даже рассудка. Поэтому к этому надо относиться очень серьёзно. и надо критерии в понимании духовной жизни рассматривать не моё мнение или чьё-то мнение, а учение святых отцов, что они пишут об этом. Они пишут настолько определённо, настолько резко о всех этих вещах, категорически запрещают эти вещи. И вдруг мы теперь начинаем. Кто это мы? Что, понимаем? Да? Это такую смелость на себя взять. Я просто поражаюсь. Ещё раз вам говорю, такие, даже русские святые, посмотрите, ещё раз перечисляю. Возьмите тот же Игнатий Бринчанинов. У него сколько пишет он об этом. Феофан Затворник, как он осуждает, я говорю, вот это католическое отступление от веры правильной и духовной жизни. оптинские старцы, посмотрите, что пишут эти преподобные. Иоанн Кронштадтский, я не говорю, позднейшие даже. Они что? Глупые были, да? Они ничего не понимали, да? Мы лучше их стали понимать? Простите, это что за протестантизм такой? Критерии нашей православности – это учение святых отцов. И когда не все мы видим единогласно об этом пишут, как я могу выступить и сказать, вы не правы, я прав. Всё ясно тогда, кто есть я. Поэтому будем действительно осторожны с этими вещами, чтобы действительно по слову Евангелия, когда слепого поведёт слепой, то оба упадут в Ямлу.